Христос Воскресе, братья и сестры. Сегодняшний воскресный день параллельно и попутно с празднованием в честь воскресшего из мертвых Иисуса Господа еще имеет целый ряд праздничных наполнений. Сегодня собор Волынских святых, сегодня память отцов Седьмого Вселенского Собора, сегодня память Иннокентия Пензенского, очень мало известного пока у нас архиерея, но такая светлая душа, такой глубокий ум, потрясающе надо с ним познакомиться. И Анвросия Оптинского. Как-то вот по чуть-чуть, по два слова о каждом нужно будет сказать. Церковь вообще богата феноменально. Седьмой Вселенский Собор – это собор, утвердивший иконопочитание. Если вы вникнете, то это полтора столетия непрестанных войн в империи. То есть там что только не творилось во времена иконокластов, икономахов, иконоборцев, иконопочитателей. У нас любой образочек, висящий где-нибудь в уголочке или стоящий на полочке, это как бы такой немой и живой свидетель серьезнейших догматических баталий и таких бурных процессов, происходящих в недрах Святой Вселенской Церкви. Об этом надо говорить, конечно, отдельно и подробно. Потом сегодня Собор Волынских Святых. Волынь была одной из самых православных регионов Российской империи. Когда в Петербурге бесновалась интеллигенция, с красными бантиками там бегали, значит, долой самодержавия кричали, там и праздновали февральскую революцию там со всеми вытекающими. Когда все там разные курсистки, гимназистки там, значит, там визжали от восторга там о том, что царя больше нет. То в это время с Волыни двигался многотысячный крестный ход с хоругвями, с духовенством, с монахами, с мирянами из Волыни в Петербург для того, чтобы молитвой защитить государя Помазанника. То есть Волынь – это один из самых верующих регионов Российской империи. Он и сейчас такое отличается, потому что там недалеко Почаевская лавра, а возле нее греются миллионы душ. Так что Собор Волынских Святых, нам это важно, невзирая на то, что мы воюем сейчас с киевским режимом, мы не воюем с украинским народом целиком, и у нас там братья и сестры, и их святые – это наши святые, а наши святые – это их святые. У нас общая духовная история. И Иннокентий Пензенский, как я сказал, да, это чрезвычайно интересная душа, это близкий друг духовный, сатаинник митрополита московского Филарета, с той только разницей, что они хотя и современники. Иннокентий прожил на земле только 35 лет. Был совершенно молодым человеком, когда он почил в Бозе. Но по его, там, по-моему, десятитомник, его творение, там, у него есть учебник нравственного богословия. У него есть очень интересная письма, просто переписка там с людьми, которые были посвящены там в тайны его сердца и души. Он там дает советы о молитве, о имени Христовом и силе имени Иисусова, там, о приготовлении к часу смертному, там, о смирении, о бережном отношении к времени. Ну, короче, настолько, я передать вам не могу, он абсолютно глубокий человек. Он оказался в Пензе архиереем, как в ссылке, потому что, будучи в Петербурге, выступил против разных масонов, иллюминатов, там, и разных этих всяких таких духовных движений, которыми увлекалось дворянство и искали себе каких-то таких особых путей. Просто в церковь ходить не было скучно, они искали себе какой-то такой специальной мистики. Поищите, запомните, пожалуйста, это имя. Близкое знакомство со словами и творчеством, с его рекомендациями, советами, поучениями Иннокентия Пензенского, это для вас, может быть, для кого-то из вас будет, ну, просто сокровищем неоценимым. И многие почувствуют, что вы имеете дело с чрезвычайно святым человеком. Как он говорит о милостыне неподражаемо, как он хвалит все милостыни, как он учит ее творить. Как он говорит, скажем, там, о целомудрии, например, или о преклонении перед тайной ближнего, о том, что ближний твой – это тайна, это образ Божий. В общем, удивительный святой у нас есть, к сожалению, мало известный широкому кругу читателей духовной литературы. Ну и, конечно, радость наша Амросий Оптинский. Я как целебному источнику притекаю к тебе, Амросий, я очень наш, ты бы на путь спасения нас верно наставляешь, молитвами от бета на пасти ограждаешь, и в душевных и телесных печалях утешаешь, плачешь о смирении, терпении, любви научаешь. Это все поет церковь ему. Но об этом человеке грешно не знать, потому что это один из самых известных старцев всероссийских, Александр Гренков по-мирски говоря. Про него мы говорили неоднократно, его нужно знать. В Оптину тоже нужно ехать, кстати. Нужно ехать в Оптину, братья и сестры, особенно кто там не был. Но еще раз скажу вам о том, что гляньте, какая богатая церковь наша. Вслед за воскресшим Христом, как за ледоколом, сломавшим вечные льды, упускаются за ним в плавание много маленьких красивых лодочек, разных праздников других. Видите, мы в одно только воскресенье имеем возможность говорить о догматике иконопочитания, об отцах Седьмого Вселенского Собора, о соборе волынских святых, братьев наших, небесных братьев, которые, дай бог, помолятся и за волыняк, и за нас всех православных, и Амбросий, и Иннокентий Пензенский, не забудьте это имя, поищите, найдите, чрезвычайно важная находка будет. На пути спасения это будет вам большой друг и помощник. Я для себя просто трепещу от радости, когда я пронесу это имя, потому что я вижу в нем уникального святителя предпоследних времен XIX века. Да, так что любите церковь кафолическую, православную, церковь соборную и апостольскую, поскольку она так богата, что никто не богат, как она. Она невеста Божия, и она обладает всеми богатствами своего жениха. Да, слава Богу, Стошим православным. Какой восторг. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова